В Белгородской области будет создан селекционно-семеноводческий центр. Этот объект будет иметь принципиальное значение для аграрной отрасли России в плане замещения импортного семенного материала. Планируется, что уже к 2020 году запуск современного комплекса позволит увеличить производство семян, в частности, сои, до 25 тысяч тонн. Соответствующий инвестиционный проект был представлен на оперативном совещании регионального правительства. Подробности у Елены Труфановой. Сегодня Россия импортозависима по сои. Половина потребляемых в нашей стране соепродуктов ввозится из стран Южной и Северной Америки. Тем временем, по оценкам специалистов, уже через 3-4 года спрос на сою должен вырасти с нынешних 4,5 до 5 миллионов тонн. Прежде всего, за счет увеличения производства мяса. Соя является высокоэффективным кормовым продуктом для животных. Однако выращивание этой бобовой культуры зачастую экономически нецелесообразно. из-за отсутствия качественного семенного материала отечественного производства. В настоящее время спрос на семена сои в Российской Федерации только на 18% удовлетворяется предложением высококачественного импортного семенного материала. 22% используемых семян являются отечественными среднее качество. Но в основном своем, это 50-60%, мы оцениваем, пассивом сои обеспечивается за счет низкокачественных семян, которые изначально не могут гарантировать высокую урожайность и качественные показатели товарной сои. Создаваемый в регионе селекционно-семеноводческий центр компании «Эвко» призван частично удовлетворить растущую российскую потребность в посевном материале. Почти на четверть. По прогнозам экспертов, к 2020 году площадь посевов сои в нашей стране увеличится на 700 тысяч гектаров. А это потребует дополнительно около 100 тысяч тонн семян. Инвестиции в проект превысят 600 миллионов рублей. На предприятии будет создано 59 новых рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в канциализированный бюджет области превысят 130 миллионов рублей. Губернатор Евгений Савченко проект одобрил и рекомендовал аграрной отрасли региона не останавливаться на достигнутом. Департаменту сельского хозяйства поручение, чтобы Белорусская область производила семян сои, высококачественных семян сои, 200-250 тысяч тонн. Я прошу, чтобы мы эту задачу где-то в 2021 году максимум реализовали. Это капитализация нашего сельского хозяйства. В настоящее время в Алексеевке уже ведется строительство и реконструкция основных зданий и сооружений будущего селекционно-семеноводческого центра. Предприятие рассчитано на полный цикл работы. От выращивания и сортировки семян, до и химической и биологической обработки, а также упаковки и дальнейшей реализации. Елена Труфанова, Дмитрий Коваленко, Новости мира Белогорья.